Телекомпания «Вид» представляет. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня вторник, в эфире тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Январь 1755 года. Михаил Ломоносов и граф Иван Шувалов готовят на подпись императрицы Лизеи Петровне указ о создании первого российского университета. Мать графа Шувалова звали Татьяной. И в честь ее он продержал указ и дал на подпись только 12 января по старому или 25 января по новому стилю. Так родился новый российский национальный праздник Татьянин день, который замечательно отмечали студенты и пустяки почти 200 лет. Вообще мы всегда гордились нашей высшей школы и искренне считали, что уже в этой области мы-то точно впереди планеты всей. Нам кажется, что сегодня очень важно, очень важно сохранить наши университеты, сохранить наше студенчество, сохранить нашу высшую школу, для того, чтобы прекрасное здание первого российского университета не осталось только памятником навсегда ушедшей эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! В эфире программа «Тема». Вы знаете, иногда кажется, что мы просто зациклены на прошлом, мы обращены в прошлое, мы все время переживаем наши ошибки, наши недостатки. Так вот, сегодня люди у нас в гостях, я прошу их показать, это люди, которым жить и работать в 21 веке. Наши герои – студенты. Итак, у нас в гостях будущие Кулибины, Менделеевы, Циолковские, Жуковские. Иными словами, это студенты. Илья Ильин – президент Студсовета МГУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Маша Мунина – студентка Высшей школы экономики. И Мария Железнова – студента факультета журналистики МГУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Маша, вы – будущий экономист. Что бы вы сделали не так, как сделали в нашей стране опытные дяди и тети экономисты? Сейчас основные проблемы, которые необходимо решить в экономическом плане, это выплата внутреннего, внешнего долга, стабилизация нашей валюты. И, кроме того, надо решить социальные проблемы. А что сказать? А где деньги взять? Мы должны снизить импорт. То есть, ну, частично это уже сделано, автоматически это произошло при девальвации рубля. Но, я думаю, необходимо будет ввести пошлины на импортные товары. Что, может быть, будет непопулярной мерой. И, кроме того, надо поощрять создание импортозамещающих производств. Илья, а вот вы – будущий политик. И ваш рецепт выхода из кризиса? Вы знаете, мое мнение очень простое. Наверное, все те события, которые происходили в последние годы в нашей стране, их можно по-разному оценивать. Наверное, было много плохого, неправильного. Наверное, было что-то и правильное. Наверное, если бы мы взяли сегодня, я излишне оптимистичный, самоуверенно говорю, руль управления страной, может, мы сделали все так же, но гораздо лучше. Я надеюсь на то, что, когда пройдет очень немного времени, большинство тех людей, которые сегодня сидят в этом прекрасной студии, сумеют это осознать. Потому что Родине нельзя делать больно. И если даже пациент вынужден испытать хирургическое вмешательство, надо сделать так, надо сделать так, чтобы ему не было больно. К сожалению, в нашей стране сейчас достаточно больно. Наверное, каждый из нас ощущает это на себе по-разному. И я для себя взял самый важный принцип. Хирургический принцип, врачебный, из клятвы Гиппократа. Не навреди. Я хочу вам представить наших гостей, замечательных экспертов. Это два уважаемых ректора. Игорь Михайлович Ильинский. Я прошу вас приветствовать. Ректор Института молодежи. И Юрий Николаевич Афанасьев, ректор Российского Государства гуманитарного факультета. Я бы хотел ваш комментарий к первым высказам наших гостей. Первое, что надо сделать, это, конечно, чтобы заработала хорошо налоговая система, собрать деньги. Второе. Надо развивать местное производство. Местную российскую промышленность. Да, она сегодня неконкурентно способна. Да, она сегодня на Баку и так далее. Но других вариантов у нас нет. Ну и, конечно, то, о чем говорил Илья, это важно. Пусть вырастет то, что растет. Малый и средний бизнес, который сейчас убили, средний класс, который начал формироваться, исчез. Стимулы, которые были у людей и сейчас уничтожены вот в эти последние месяцы. У меня, например, голова болит немножко другим. Ну, хорошо, вот мы повысим собираемость налогов, да, к нам чуть-чуть получше пойдет инвестиции пойдут. Ну, а все-таки, есть ли какие-то проблемы, может быть, не столь жгучие, но более чувствительные, которые могут проявиться через какое-то время, еще острее, чем сегодня проявилась, допустим, ядерная угроза или экологическая катастрофа. И в этом смысле я вот в связи с тем, кто собрался здесь, думаю о том, а что представляет собой студенчество, что собой представляет наш университет сегодняшний, меняется ли тут что-то так, чтобы, ну, хотя бы через 20 лет не заиметь такие же проблемы, которые вот мы сегодня имеем. Правильно. Или еще хуже. И поэтому я называю вот ключик, отмычку. Мне кажется, мы должны существенно попеределать наши университеты. А с университетами, вот извините за, может быть, такой оборот, и мозги очень многих, или даже до уровня массового сознания. Вот до тех пор, пока мы с помощью университетского образования не добьемся того, чтобы наши люди не были бы манипулируемы, вот тогда мы можем на что-то рассматривать. То есть до тех пор, пока каждый не научится самостоятельно думать, ставить вопросы, решать вопросы, и пока он не станет самим, каждый самим собой. Это довольно сложная задача, она не на 5 лет, она даже не на 10 лет, не на 30, но все-таки я вот, у меня голова забита вот этими проблемами. Во всем мире студенты наиболее активная политическая часть населения, да, это бунты в Китае, во Франции. У нас такое ощущение, ну, по телевизору так глядя, что вообще студентов нету, я вот не знаю, или я сказал, мы молодые политики, мы даже вот тогда, в свое время, когда это нельзя было, мы были просто обычные комсомольцы, и то у нас что-то происходило. Они действительно такие инертные, или я сейчас спрашиваю специально вас при них, потом их спросим уже сами. период, когда шла вот эта вот деприватизация и прочие процессы, я бы назвал их во многом разрушительные, выгодно было иметь такой покорный, манипулируемый народ, в том числе и манипулируемый, спокойную, лояльную к тому, что происходит молодежь. И говорили о необходимости деполитизации, де-идеологизации, и многое было сделано правильно. В частности, политику в ВУЗ пускать, конечно, нельзя. Но вместе, как говорится, с водой выплеснули ребенка. Но отлучить от политики молодежь и студенчество в частности, это было ошибкой, конечно. Потому что вся наша жизнь политизирована, предельно политизирована. Самостоятельно многие вещи, как политические партии не могут состояться, так и молодежные организации. Сейчас их более ста. как бы, на самом деле, они здесь в Москве кончаются в большинстве. А почему? А потому что требуется, кроме, чтобы все росло, что растет, и выросло, что растет, нужен еще и садовник. И надо видеть, где чертополох, а где надо, так сказать, хорошее, красивое, полезное поддержать. Нужны средства какие-то, нужно внимание государства, нужно внимание взрослых, потому что людей, заинтересованных в этом. Вот этого, я думаю, не происходило. Давайте спросим у чертополоха. Пожалуйста. Вопрос. Вот я вас хочу спросить, Машенька, почему студенты не занимаются политикой так заметно? Вот наши эксперты упомянули о временах, когда студенты были самой активной частью общества, те же восстания в Париже, события в Польше, в Китае. Но это было в 60-х годах, когда существовала, по крайней мере, идея того, что мир можно изменить. Как только эта идея умерла, как только люди перестали верить, что вот я могу что-то сделать, все общественные политические движения, мне кажется, стали гораздо слабее. А уж студенты тем более. Знаете, я хотела сказать о том, что когда мы жили при коммунизме, тогда все равно... Ну, при коммунизме мы не жили, как бы мы направлялись туда. Я имею в виду то, что был комсомол, все равно у студентов, у школьников, у детей, то есть была какая-то организация, которая стояла за ними, которая помогала им, которая их руководила. И как бы студенты с детства, ну, даже все дети с детства, все мы как бы жили и знали, что за нами, кто что-то есть, верили во что-то. Сейчас совершенно все поменялось. Сейчас наука, культура на таком низком уровне. Сейчас с детства ребенок не знает. Он растет, вот студенты растут, они не знают, где они живут, они не знают, насколько, то есть наше общество настолько, то есть непонятно. Раньше было что-то, во что все верили. Сейчас верят каждый, во что хочет. Некоторые сожалеют о том, что это студенчество, они достаточно политически, активно, да? А вот я, например, говорю, и слава богу, что нет этой самой политизированности в современных университетах. Там много чего другого нет, к сожалению. Но то, что вузы становятся менее политизированными, мне кажется, это позитивное, а не отрицательное явление нашего мира. Вот давайте спросим туда политика. Вы знаете, ну, конечно, я, во-первых, не политик, вот, и во-вторых, мне очень хотелось бы, ну, мне даже немножко обидно за студенчество в России. Вы знаете, мы так или иначе преемники и вас, и всех тех, кто были до вас. И не надо думать о том, что студенчества в России политически активно никогда не было. Тогда, когда их Китай и Франция молчали в начале века, студенты России бушевали, дай бог. И Московский университет тоже закрывали и водили войска на его территории. А ректор умирал от инсульта, вот, переживая за студенчество. Это во-первых. Во-вторых, сказать, что студенты наши неактивны, тоже неправильно. Прошу прощения, давайте посмотрим, вот там, средний класс, высший класс, не важно что. Да, бизнес, да, экономика. В большинстве ведущих структур экономических, на которых так или иначе и держится все равно наша страна, которые вчера или сегодня являлись или являются студентами. Вот, Маша, сейчас, вот, ваша, например, группа студенческая, ваш поток, там, не знаю, есть какие-то пристрастия политические, есть какие-то ваши личные симпатии, антипатии? Я даже не могу сейчас сказать, за кого бы я голосовала. По зову сердца, по зову души и по зову разума. Ну, за кого? Вы знаете, я не готов сейчас ответить. За Зюганова, Лебедя, за Гайдара. Потому что, по той простой причине, что я не политик, вот, я, в первую очередь, человек, а во-вторых, действительно студент. Вот, и для того, чтобы нам определиться, за кого голосовать, во-первых, надо немножко подождать, поскольку время выборов еще не настало, а во-вторых, немножко определиться, кого поддержать. Господи, ё-моё, я был ребенок за 40 лет, я бы сказал, я за КПСС, я бы сказал, тут же, радостно, а эти, надо подождать, утро выборов. Я уверен, что ко мне присоединяется большинство сидящих в этом зале, а на деле, сумеют оказать и сегодня оказывать реальную помощь и поддержку молодому поколению, реальную помощь и поддержку студентам. Наверное, так. Вот, Маша, вы во Франции учились, вот их система образования, да, и наша, коротко, какая может нравиться и почему? Есть какие-то отличия такие серьезные или нет? Есть серьезные отличия. Во Франции система образования она, у нас как, поступили в институт и ты можешь быть пять лет спокоен, ты получишь свой диплом. Там после каждого года тебе приходится сдавать экзамены и это, в принципе, такая гонка на выживание. То есть, поступили тысяча, выйдут 25. С дипломом, действительно, народ что-то заурчал, а у нас что? Девушка из Франции, она не знает наших реалий, аплодисменты. Она только что только что из Франции. У нас тоже выгоняют на улице сейчас. А сколько у нас выгоняют? Вот сколько из тех, кто поступил, выгонят? Сколько? Сколько? Половину говорят. Народ говорит половину. Половину. А вам кажется, что у нас правильно было бы такую гонку устроить? Я считаю, что правильно. Факультет журналистики МГУ. До конца сессии остались считанные дни, студенты спешат сдать последние экзамены. Повышенная стипендия, бывшая когда-то главным материальным стимулом для хорошей учебы, для будущих журналистов значения не имеет. Работать по специальности здесь начинают еще во время учебы на дневном отделении. Но студенты остаются студентами даже подрабатывая. Поэтому большинство хочет не просто спихнуть экзамен, а получить отличную оценку. Какая оценка? Четыре. Пятерка срывалась. То есть вы недовольны? Конечно нет. Я всегда на пятерку работаю. На наш вопрос о шпаргалках большинство студентов призналось, что хоть раз в жизни, но списывать приходилось. Вряд ли найдется студент, чьи знания не имеют пробелок. А вы всегда сдаете экзамены честно? Или вам приходилось иногда пользоваться шпаргалками? Приходилось, конечно. Нескромно. Но на сей раз я сдавал честно. В России постоянный заработок имеет лишь 20% студентов. По Москве эта цифра несколько выше, так как ситуация с вакансиями в регионах значительно хуже, чем в столице. Каждый второй опрошенный нами студент журфака где-то подрабатывал. В последний раз мне заплатили в декабре 4 доллара. Ну, как и всем в прошлом. А вам приходится подрабатывать? Или у вас другие какие-то источники? Да, часто приходится подрабатывать. В последний раз я подрабатывал на стройке. Буквально, наверное, дня 4 назад. Много заплатили? 15 долларов за 6 часов таскания сухой смеси. По данным всероссийского опроса, второй по значимости пострадительской помощи источник дохода для студентов это стипендия. Они надеются только на себя. Мы уже все работаем, поэтому стипендии для нас какие-то 75 рублей 80 они не имеют особо большого значения. Татьянин день это начало каникул. Самое время вспомнить слова старой студенческой песни будем весело пока мы молоды. А что вы думаете о системе образования у нас? Вы знаете, я, наверное, опять же попробую здесь слиться со всем залом. Если скажу общеизвестный факт. Хорошая мысль. Общеизвестный факт. Вот, что система образования России это он абсолютно уверен. Во-первых, уникальна. Во-вторых, настолько хороша, что она является самой выдающейся системой образования в мире. Я могу доказать. Есть! Опа! А что лучшее... А вы знаете, в чем проблема? У нас лучшая система. В чем проблема? Я могу сказать один факт. Я не так давно был в Китае. В Китае? В Китае... Я вам могу назвать одну цифру, которая, я думаю, на ректоров в особенности произойдет колоссальное впечатление. Они замерли. Тише. Все, я подготовил аудиторию. Наш государственный бюджет, ну, знаем, 20 миллиардов, не очень-то много, ну, об этом не будем. Неприятно. В нашем госбюджете в прошлом году, послушайте, нам нужно... Всего образования было предусмотрено 1,9%. После секвестр 1,7%. В результате было выплачено 1,2%. Теперь Китай бюджет, согласитесь, побогаче. Вы знаете, сколько там государство уделяет внимание образованию? 15% идет на нужды образования. И, наверное, поэтому у них самая быстро развивающаяся экономика мира. Я продолжу традицию и скажу, что я, в свою очередь, была в Америке. Аплодисменты. Я умоляю. Я прошу вас. Ну, это... Я училась в Америке целый год в школе и некоторые из моих друзей, соответственно, поехали лечиться туда в колледж. Такое, как мне кажется, основное различие это в том, что человек, учаясь в колледже, имеет мощный стимул учиться хорошо. У меня есть друг, который сейчас учится всего лишь на третьем курсе. Ему уже сейчас начинают приходить предложения от крупных компаний. Он считается очень перспективным студентом-компьютерщиком. Уже сейчас ему пришло предложение от Майкрософта и от Эппл. И он сидит и выбирает, а где бы ему пройти стажировку. Вот они. Вот. У нас есть студенты, которые избрали обучение у нас, будучи иностранцами. Вот почему, извините. Вот давайте, начнем с вас. Почему? Меня зовут Жула Анисия Моше. студент из университета Дружбе-Нордов. Я горжусь с советским образованием. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел еще подтвердить, здесь есть. выдающие ученые, например, Менделев, нигде в мире вы не найдете такие имени. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жуковский, Сиолковский и так далее. Я могу сказать, что советская система образования, извините меня, конечно, за этот... пропаганду. Эту пропаганду, извините. Но советская система образования оправдалась во всем мире и в Африке в том числе. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Еу Адама. Я из республики Кодивар. В российской системе образования нет разрыва между студентами и преподавателем. Я имею в виду, что с подготовительного факультета до сегодняшнего времени, до аспирантуры, да? Я аспирант первого года. Аспирант какой специальности? Юридический. О, Кодивар поет, серьезный человек, да. То есть, в любое время студент или аспирант может позвонить преподавателю, а тот всегда готов помочь. Поэтому у меня, например, научный руководитель Геннадий Петрович Жуков, он совсем не молодой человек, но в любое время я звоню и консультация идет по телефону и дома, и так далее. Поэтому мне очень нравится система Российской Федерации. Но кроме того, библиотеки услуг не платные. То есть, можно в любую... Это подожди еще год-другой. Мы решим проблему бесплатно. Здравствуйте. Меня зовут Мир Моджибур. Я из Бангладеш. Я вообще прикладный математик, но воспитанторенный в экономике. Когда нам сказали по психологии писать реферат, я специально взял английскую систему высшее образование. Это мне было очень интересно. В России мне что нравится? Здесь фундаментально, очень фундаментально, крепкий фундамент и систематический подход. Здесь, в Англии, там, конечно, узкая направленность, мне кажется. И... Вот в России дают, скажем, диплом инженера. Именно так называют инженер. А там, чтобы инженером быть, сначала надо... Это недостаточно. Там надо закончить и после того еще там практики работать. Это, конечно, это их лучшая сторона. Я бы сказал... И в России что лучше? Здесь такой фундамент дает, что студентам дает возможность думать и что-то самим изобретить и что-то делать. Вот с этим я горжусь. У нас в стране, в Берлине, учатся люди в разных странах, в Соединенных Штатах, Америки, Канаде, Франции, Германии и так далее. И в России, в Большом Советском Союзе. Но в естественных науках, когда хотели принимать на работу, дают конкурс. Я могу вам уверять, что на 10 местах самые первые, я могу сказать, 5, это советские ребята, так их мы называем. Роман, Российская правовая академия. Я считаю, что тот багаж знаний, который дает российский ВУЗ, является самым насыщенным, самым ярким, самым ценным в принципе из всех стран. Но... Солнечный круг не был. Практически не был затронут другой критерий оценки образовательной системы. Это организация учебного процесса. На сегодняшний момент можно трактовать такую ситуацию, которая сложилась в нашей стране, что учиться может либо умный, либо богатый. В принципе, это нормально. Хотя во многих странах используются либо критерии умный, либо они совмещаются. Пугающим-то является не это, а то, что процентное соотношение умных и богатых, учащихся в наших ВУЗах, с каждым днём катастрофически меняется. И меняется в сторону увеличения богатых, в сторону уменьшения умных. Бадьян Виктор, студент Российской правовой академии. Я бы хотел сказать пару слов про экономику нашей страны. Мы все в начале передачи задавали вопрос Чернышевского, что делать. Александр Первый на заглавной странице рукописи написал «Руду копать». Сейчас почему многие программные документы совершенно прекрасные не исполняются? Потому что нет идеи, нет желания, нет возможностей и максимум прилагаемых способностей для исполнения. Почему вывозятся капиталы миллионами, миллиардами? Почему не собираются налоги? Потому что многие люди, вступив в капитализм, прежде всего предприниматели, политики, они стали путать, мне кажется, я подозреваю их в очень большой неискренности, они стали путать благосостояние России собственным благосостоянием, благосостоянием своей партии, семьи, друзей и так далее. Ребята, студенты РУДН так хорошо рассказывали о том, что им нравится очень учиться. и вот меня это натолкнуло на мысль о том, что мы просто не ценим то, что мы имеем, потому что, допустим, мои знакомые, которые учатся в РУДН, они довольно плохо отзывались, не знаю, по какой причине. А я хотела сейчас спросить аудитории, ребят, поднимите руку те, кто доволен тем местом, в котором он учится. Так что, я думаю, надо поаплаковать. Я из семнадцатого века явился к вам из старины, А удалось ли вам, коллега, все то, к чему стремились мы? Как бились мы во время ОНА, чтобы наземцам доказать, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать? Заветом я не прикословлю, но быть Платоном не с руки. Ньютонов я стране готовлю, но в автосервис и торговлю идут мои выпускники. Но лучшие пошли в науку. Далеко, думаю, пошли. Коллега, тут такая штука. Далеко от родной земли. Как? Позабывши о законе отдать России мысль и труд? Ученых ценят в Вашингтоне. А здесь зарплаты не дают. Но кроме благ материальных есть совесть, родина и честь. Ученый человек нормальный. Увы, он тоже хочет есть. Тогда хотя бы мне ответьте, когда безвременье пройдет. Зайдите в следующем столетии, а вось вам больше. повезет. Меня смущает та волна информации о студенте наркотики. Что действительно вот сейчас в дискотеках действительно реальная проблема наркотиков существует в массовом порядке судейства? Я видел очень многих людей, к сожалению, которые уходили из этого мира в другой мир, виртуальный, нереальный. Это страшно. Я могу сказать, в чем основная причина этого. Наверное, не только в дурном влиянии Запада, но и в том, что образовался вот этот идеологический духовный вакуум в нашем обществе. Я был бы рад, если бы каждый из нас был наркоманом, но мы кололись бы культурой, мы кололись бы историей, мы кололись бы общественной работой, это было бы здорово. Но, к сожалению, все больше и больше молодых людей, которые, не находя этой опоры, нравственной, духовной, в обществе, в коллективе, уходят в другой мир. Это страшно. Я считаю, что надо реально заниматься борьбой с этим страшным явлением. Для меня это, с одной стороны, больные, конечно, люди, и как больные люди, как больным людям им надо помогать до той поры, пока они хотят сами себе тоже помочь. Но, когда эти люди агрессивны, активны, они, как правило, один наркоман, может 14-17 человек вовлечь в свою орбиту, для меня они опасны. И я, говорю вслух перед студентами, что мы этих людей будем исключать, если ничего нельзя с ним сделать реально. Для меня это проблема, с которой надо бороться объединенными усилиями студентов, ректората, МВД, ФСБ и вырабатывать систему борьбы. Дело в том, что у нас в университете как реальной, такой попиющей проблемы не существует, и поэтому никакой борьбы с этим, насколько я знаю, мы не ведем, и никто там не ведет. Но мне кажется, все-таки, что все-таки надо думать о том, чтобы студенту было интересно погружаться в науки, а вот не в какие-то другие увлечения. А для этого, опять же, делать не в том, ведь, какая система лучше, они ведь могут быть и обе хуже, вот в чем я-то убежден, так же и над американской надо думать, так и над нашей. С тем, чтобы, например, на университет не смотрели, как на супермаркет, куда приходишь с этой тележкой, загружаешь ее знаниями, то есть знания из одной, из одной головы перекладывают все в другую. Вот что самое страшное, и этим страдает наша, в том числе, система, так же, как и американская. И именно это делает людей манипулируемыми. А вот если он будет сам думать, а университет для него это место, где он научается думать. И вот это научение само по себе очень интересно. Если это будет происходить, не нужны будут ему наркотики. Москва это огромный университетский центр. Ежегодно тысячи людей приезжают сюда, чтобы пополнить студенческую армию столицы. Говорят, кто не жил в общежитии, не может считать себя настоящим студентом. Мы побывали в общежитии Всероссийского государственного института кинематографии, побеседовали с некоторыми обитателями общаги. Наташа студентка актерского факультета. Приехала в Москву из Серпухова. В общежитии живет 4 года. У нас просто условия очень хорошие. Я была в общежитии других театральных институтов. Там ужасно, серьезно. Там живут несколько человек в комнате, один душ на весь этаж. Ну, страшные условия. А какие вообще бывают здесь проблемы? Там шум мешает или какие-то случаи? Бывает? Единственное, что стены картонные просто. И бывает, что слышно сильно громко музыку, если включают там где-то вот слышно. Но я привыкла. За 4 года я уже привыкла. Соседка Наташа Виктория скучает по ребенку оставленному дома в Белоруссии. Правила запрещают жить в общежитии с детьми. Общежитие не семейного типа. Мне запрещали жить с ребенком. Поэтому мне пришлось родить не здесь, растить не здесь. Год я была в академическом, растила дома. Сейчас растет ребенка мама, ребенка полтора года. Швед Рикард приехал в Россию изучать историю и кино. Учиться и жить в беспокойной России ему нравится. Проблемы возникли у Рикарда лишь в первый день, когда вахтер отказался впустить его в общежитие. В первые дни они даже в вахте не узнавали меня. Поэтому полночи им понадобилось звонить коменданту. Наташа из Ейска аспирантка художественного факультета. За шесть лет жизни в общаге она обзавелась даже собственным пианино. А вот скажите, как вам общежитие живется? Мне живется хорошо, потому что я отношусь к нему как к своему дому. я сама его украшаю, занимаюсь им, поэтому я чувствую себя здесь комфортно. А как вам удалось привезти в общежитие пианино? Это из Ейска? Нет, пианино это я купила в общежитии на 10 этаже подо мною. Поэтому просто его друзья перекатили и все. По словам Наташи, проблем с соседями из-за игры на пианино у нее нет. Видимо, студенту в ГИК отличает настоящая любовь к искусству и умение ценить прекрасное в любое время. А вот вы играете, вы никому не мешаете, здесь не жалуются народ. Ну, я раньше жила в другой комнате, и там мои соседи с одной стороны были нервными людьми и не очень любили, но зато остальные люди либо относятся спокойно, а некоторые даже любят и просят, чтобы я играла чаще и громче. Как вы себе представляете коротко, но желательно индивидуально и лично будущее России? Я считаю, что это с экономической точки зрения это огромный рынок, это такая страна, которая глобально в мировом развитии она не может быть обойдена, она не может оставаться в кризисном состоянии, поэтому я считаю, что наше будущее может через 5, может через 10 лет, но оно однозначно светлое. Я думаю, что ситуация сильно не изменится, пока каждый из нас не научится двум вещам не врать и не воровать. Тогда будет... Второе просто по определению не получается в стране, а первое даже как-то неудобно предлагать. Илюша, вам, пожалуйста. Я люблю свою страну, это моя родина. Я не только надеюсь, я верю в то, что в ближайшем будущем в России каждому человеку будет очень хорошо и в душе, и в сердце. А самое главное, чтобы мы это очень поскорее сделали с помощью своего разума. По крайней мере, я для этого готов. Если позвольте, Юрий Соломонович, забыли одну тему. Все-таки сегодня Татьянин день, общероссийский студенческий праздник. Это уникальный день, когда все студенты не только выпивают, но они чувствуют истинное чувство братства. Тогда, когда закончилась сессия, впереди веселые студенческие каникулы. Это действительно здорово, что мы молоды, что мы сильны, и что мы верим, я надеюсь, в будущее. А вы говорите, у нас проблема с президентом России. Грамотно раскрутить лет через восемь. Посмотрим. Вы знаете, мы заканчиваем нашу программу, она получилась и серьезной, и даже местами неожиданно пафосной. Ведь Бог бы это не ожидали в наше, как говорит Илья, непростое время. Но какой же студент, там без песен, без, не знаю, без танцев, игр и веселья. В наше время в основном мы веселились, а потом, значит, учились. Сейчас, наоборот, я их поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что мы попытаемся закончить нашу программу на веселой студенческой ноте трио из Института молодежи. Ура! Татьяне Генеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Люди бродят по свету, сходят с ума, соблюдая диету, воют, звоняясь без дела, без единства души и тела. Но Главное, чтобы ты, Главное, чтобы ты, Главное, чтобы ты хорошо учился. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кто-то меня возбуждает, кто-то его убеждает, что дважды два равняется семь. А у МММ давно никаких проблем. Главное, чтобы ты, Главное, чтобы ты, Главное, чтобы ты хорошо учился. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Телекомпания ИВИД по заказу ОРТ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok